Играет музыка Играет музыка Звучит музыка Стаю страшно. Болтаю бесперерывно, чтобы только люди интересно музыканты. Вот так. Он говорит, знаете что? Я говорю, знаешь, что у него столько пакетов, даже больше. Где хуже для него? Думаю, дура, с кем ты говоришь, а о чем ты говоришь? Ну, подожди, дальше я хочу смотреть. А? Ага. Подожди, это. Очки сняла. Подожди, нет, фото хорошие фото. Вы говорите, что нехорошие. Это очень плохие. Это так, нет? Да, как хочешь. Перцы, это вот так вот. Вот, видишь, перцы, это синий перец. Я вот без этого потому. А я же не вижу без этого. Я сняла, почему-то мешали мне. Ну, это у вас мастер уже, я даже тоже мастер. Какой это мастер? Просто мастер, все делает. Вот эта работа большая очень. Сколько на сколько? Метр двадцать на метр с чем-то там. А ты знаешь, почему, наверное, написала? У нас есть знакомый художник в Раде такой, у которого сгорела вся мастерская. Две с половиной тысячи картин. Пойдем туда. Как у нашей имена все сгорело. И вот она, представляешь, это вот остатки, которые остались, обгорелы его портреты. Жизнь начинается опять с белого листа. Видишь, обгорелый тут цветок. Это мама Катина. А в каком году? Давно написала она это? Это в прошлом. В прошлом, да? А вот рядом. Тут тоже ее работа, да? Это Сашина работа. Это Сашина работа. Это Сашина работа. А вот, посмотри, мой шедевр. Посмотри. Это персидская подлинная живопись. Очень люблю эту вещь. А ты в Музее Востока была? Была. Были. Были дома. Там Висиска жив. Здесь очень хороший отдел. Мы были, были. Я обожаю эти вещи. Подарили мне. Марьянчик давно не видела. И Кристо давно не видела. Сколько лет этой работы? Которой? Сашиной. Ереванской, да? Я скажу года за четыре до... Примерно девяносто первый год, так. Угу. Там дадим будет написано. Хочешь, если ты хочешь, я точно могу сказать. А, да? Сейчас фотографируешь. Потом я сейчас тебе скажу. Угу. Да? Можно? Зимой больше всего. Вот Саша работа. А сколько он сделал таких, как бы, ну, вариантов? Восемь. Восемь, ты говоришь? Восемь, наверное. Восемь, да? И мы вместе выставили тогда на Кузнецком. Да? Они все подряд висят. У нас есть все фотографии. А вот это рядом Лавиния? Я это Мариамчик делала. Мариаму, да? Мариамчик в институте еще, когда училась. Это какая тема? Это Армения. Армения, да? Да. А вот та? Это моя. Это Лавиния работала. Катя перешла от Лавинии, конечно. Это очень хорошее. Они еще на кухне тогда висели, занавески? Да. Эта висела всегда. А я тут сделала новую. И это я сделала по заказу. Моя очень хорошая подруга, которая живет сейчас в Германии. Она умирала. Я говорю, я тебе сделаю, сделай это. Потом пожарила. Я не послала, осталась живя. Потому что она мучилась. И все-таки это не так просто. Ага. А вот это Христа? Это Марьянчик. Писал Христа, когда была влюблена в него. Еще не были знакомы. Это Христа? Это папа Катя? Да. Папа Катя. Это Марьянчик и институтские работы все. А это детская ее. И вот эти две детские работы. Вот все. Та и рядом. Это мама, мама. Марьянчик. Ой, такая вообще Марьянчик, девчонка настоящая. Она такая же и осталась, по-моему, да? Да. Да. Такая стройная, веселая. Такая солнечная вся. Солнечная. Да, она особо человек. Да, особо человек. Особо человек, да. Это что да, то да. Да. Замечательно. Это Марьян. Сразу вот чувствуется, как другая аура какая-то. Прямо вот ощущаешь все. Кушин принадлежал такой скульптору, очень большой скульптору, советский был. Сара Лебедева. Вот так, что у меня лепил. Да, да, да. И это она все называла, это беременный Лавик. Лавик у меня называется, сокращенно Лавик. Это когда у меня беременный Лавик. Всегда она говорила, что ты сиска, но я все раньше считала списянкой. И когда она умерла, наследник говорит, что ты хочешь из этого дома? Я говорю, хочу беременную Лавик взять. И эта книга, парни, очень мне нравилась. Хорошо. Завтра возьмешь. Я сейчас иду домой. Зачем вы мне на завтрак класть? И это я взяла с собой. Книгу я научу посмотреть, завтра тебе дам. В это время ее бывший муж, Лебедев Владимир Васильевич, такой знаменитый художественный, он из Петербурга звонит туда и говорит, пошлите мне «Персидский кувшин» и эту книгу «Ренессанс». Прям должен был так попасть. Они говорят «Персидский кувшин» уже взяли и не можем дать тебе. А «Ренессанс» книжку мы все пошли. Прям удивительно. Уже было сразу брать Лавини, а вот я всегда не должна откладывать. Книгу я бы потом «Фано» у нас «Ренессанский» не можно. А такую я бы где нашла, папа? Конечно. Я прямо на силу взяла. Замечательный кувшин. Вот я сейчас покажу отца. Тебя не видел? Нет, вы Христ видели врачи. Ну а как же? Мы его видели несколько раз. Совсем молоденький, потом чуть постарше. Вот сейчас посмотри. Это сейчас? Это вот все двое. О, правда что? А? Да. Так, вы как будто три сестрички, да? Да, да, три сестрички. А это автопортрет мой раньше, вот последний. Мне очень нравится. Посмотри. Автопортрет посмотри. Ты в свою фамилию Жилинский слышали? Конечно. Вот она Жилинская, а это ее муж Жилинский. Это она рисовала, автопортрет с ним. Работает детская Марианна. А это Сашкина Армения. Их вот этот вот. Да, это... Ну три картины он рисовал. Помнишь? А то из них я подарила дома Армении тут в Москве. А ты хотела куда-то в посольство что ли? В посольстве. Правильно. Правильно? Я помню, что хорошо ты говорил. Мы, значит, добраться еще до дороги главной. Километров, наверное, 15 нужно ехать. А потом еще по той дороге нам километров 20 до того дома отдыха, где мы. И как мы добираться будем, мы не знаем. А уже нос начинается... Темнеет уже. Вот. И он выходит и выносит нам, я как сейчас помню, железный ящик, набитый этими бутылками. Я говорю, вам на дорогу. Какую дорогу нам нечем ехать? Сейчас поедете. Останавливают какую-то машину. Мы садимся в эту машину. Ну, думаем, хоть на этой центральной. А там, там, лесная дорога. Что такое? Даже лесная дорога. Боже мой. Мы вышли на эту, выехали на эту дорогу. Он посмотрел на нас. Говорит, ну давайте я вас уже и до конца довезу. И с одними бутылками мы так и переехали в это. Ну, в общем, приехали мы. А жили мы. То есть очень интересно. Нам дали путевки в Агверан. Это от нашего завода, где мы работали там. Вот посмотрите, пожалуйста, работы Кати Фукаро. Музыка. 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 А вот это знаешь, что такое? Вот вверх. Нет, ну расскажите. С вот таким маленьким скульптурами. Такие изящные, женщины красивые. Это с книги я взяла, с черно-белых фото. И наоборот, это же я обожаю эту скульптуру. И вот у меня такая серия. Давно я писала, лет 20 тому назад, наверное, даже больше. Это прям серия, да? Вот они должны вместе все. Нет, я сделала вместе. Они отдельно, каждая. Это не групповые, это каждая отдельно. Я просто соединила, повесила, мне нравится целиком все вместе. Да, красиво. А это вот я, молоденькая. Профиль фас, а? Внизу вот это, да? Это Сара Лебедь у меня лепила в 48-м году. Это тогда же, когда мне Саша написал. Вот это. Мой портрет, это очень хороший. Подуманная, я написала. 48-й. Это там в Буквете он есть, да? А? В Буквете. В Буквете он есть, да. А вот это моя старшая внучка. Давно я ее рисовала. Там светлее вроде. Так, Лавиня, во сколько лет он написал эту работу? Я сейчас и точно скажу. 42-й или 43-й год. 43-й, кажется. 43-й, 24-й. Нет. Я знала, что 17-18 лет всегда я считала. Это вот работа Саши Суханова. Да. Ты прости все, что пишут о нем. Очень хорошо пишут в общем. С нашего. Очень. Ну, а в Мастерском не объяснит, но и похожие. Ну, мне кажется, я вот, Саша, мне вот такой больше, как-то я его знаю, как мне кажется. Ну, да. Ну-ка, тут очень хороший рисунок в Севанне. Смотри, какой хороший рисунок. Мы идем с утра, мы обязательно с утра. У нас только сил с утра хватает, все-таки, чтобы много ходить. Это Севан хороший тоже очень. Сколько писали Севан? Это похоже, это не похоже. Это тоже не похоже. Жалею, что я подала. У нас даже фотография. Ребенок учится. И ребенок растет. Да. Ну, вот хоть один ребенок художник. Да. Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok